Института курортного дела и туризма. Команда КВН Симферопольского государственного университета. Команда КВН, которая называется Экспо. Город Ставрополь. Команда КВН Дагестанского государственного университета. Город Махачкала. Команда Тамбовские волки, соответственно, из Тамбова. АПЛОДИСМЕНТЫ И очередная сборная в нашем клубе. Команда Запорожье, Кривой Рог, Транзит. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, с участниками мы разобрались. Нам остается выяснить, на какую тему будут шутить сегодня команды. И вообще, о чем будут шутить веселые и находчивые в новом сезоне. Вы знаете, недолго думая, мы решили на сей раз заняться науками и искусствами, коих, согласно античным определениям, насчитывается всего девять, причем каждой покровительствует соответствующая муза. Правда, вот этот список в разные времена как-то дополнялся. И вот в этот исторический процесс дополнения ряда муз мы и решили внести свой вклад. Таким образом, сезон вроде бы как можно назвать сезоном муз. И решили мы начать с игровой музы. Музы, которая, на наш взгляд, должна покровительствовать замечательной игре. Игре, которая называется шахматы. И, коль скоро сегодня речь пойдет о шахматах, то, стало быть, вот эта шестерка примет сегодня участие в сеансе одновременной игры на одной сцене. Ну и, должен вам заметить, что КВНовские шахматы судить ничуть не легче, чем шахматы обычные, шахматы настоящие. Поэтому очень серьезная у нас сегодня команда судей. Прямо такие международные, коллегия международных гроссмейстеров, которых я с удовольствием и приглашаю занять свои места за судейскими столиками. Итак, пожалуйста, вице-президент ФИДЕ, президент Российской шахматной федерации, адвокат Андрей Макаров. В следующем я приглашу гроссмейстера, ну прям скажем, гроссмейстера от телевидения. Генеральный директор Российской государственной телерадиокомпании Анатолий Лысенко. Вы знаете, вот в настоящих шахматах этого нет, а у нас есть. У нас и гроссмейстеры и в разных весовых категориях тоже представлены. Вот сейчас была одна весовая, теперь совершенно другая весовая категория. Гроссмейстер молодой, но весьма популярный выступает в этой категории. Автор и ведущий программы «Намедние» независимое телевидение. Леонид Парфенов. Ну, человек, который сейчас выйдет на сцену, можно назвать его гроссмейстером в самых разных областях и сферах человеческой деятельности. Нам, конечно, он прежде всего сегодня интересен, как КВНовский гроссмейстер. Все очень просто. Юлий Гусман. Господина Каспарова, я попрошу задержаться здесь у этого столика. Гарри, я понимаю, что пришел не в шахматы играть, но, тем не менее, у меня просьба от всего нашего клуба. Пожалуйста, сделай первый ход к сегодняшней игре. Спасибо. Спасибо. Итак, первый конкурс, конкурс приветствия, шахматный дебют на сцене команда КВН «Тамбовские волки». Вышли обалдеть. Волки, кони. Да, и что сказали? Старики, это переворот в КВН. Программа классная, шутки смешные. Короче. Нет, серьезно, понравилось. Только они предложили последнюю фразу поменять. У нас зрители встают и аплодируют. Они просили зрителей встают и уходят. Итак, шахматы. Еду я как-то в троллейбусе, мужик мне голову на плечо положил, а я спрашиваю. Мужик, ты кто? Я природа, я на тебе отдыхаю. Да? А шахматы здесь при чем? Ну как при чем? Ведь у нас в троллейбусе плотность населения выше, чем в Китае. А с китайцами играть в шахматы стало просто невозможно. Особенно, когда они по шахматной доске конями начинают шастать. Туда, сука, туда, сука. Да что тут сложного? Ведь конь ходит буквой Г. Да? А ты видел, как они эту букву Г пишут? Да что там, китайцы? Вы посмотрите, что пишут в наших газетах. Вот! Неожиданно ярым поклонником шахмат стал Владимир Жириновский. После того, как узнал, что шахматы делятся на черные и белые, а не на евреев и демократов, как он думал раньше. АПЛОДИСМЕНТЫ Мужики! А что, капельки никотина не найдется? Не найдется! Господи, когда я сдох! АПЛОДИСМЕНТЫ Мустанг! И находит! Вот, например, специально для тугодумов изобретены шахматные часы. Через каждые пять минут приятный женский голос сообщает. Господа, напоминаю, вы играете в шахматы! АПЛОДИСМЕНТЫ Мужики! А что, невесты в вашем городе есть? Так ведь, кому и ковы, нет у нас никаких невест. Иди отсюда! Карп, пап, чемпион! В большей линике будет он! Карп, пап, чемпион! В большей линике будет он! А говорили, Карпу в жюри сидеть будет. Е-2, Е-4! От Москвы и до Канару! Шахматы, король Каспаров! Карп, пап, чемпион! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, да. Спасибо, что напомнили тот незабываемый матч за звание чемпиона мира. Карпов и Каспаров. А не наоборот? Да, Каспаров и Карпов. За одним темное прошлое, за другим светлое будущее. А не наоборот? Да какая нам с вами разница? В общем, ситуация наколена. И вдруг на шахматную доску опускается муха. Каспаров тут же делает из нее слона. И загоняет Карпа в угол. Бац! Так ведь нечестно! Да бросьте вы! Это же шахматы, а не преферансы. Мужики! А что, хотя бы женщины в ваших русских селениях есть? Нет! Никто меня не остановит! Мы пешки! Мы пешки! Мы щелкаем орешки! Шахматным дебютом! Ес! 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 Массовым гамбитом! Ноу! 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 Вот видите, не все так плохо в жизни, как в шахматах. Черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая! Ну и где же ты видел в шахматах полосы? Там же клетки! Клетки, дорогуша, в зоопарке, а в шахматах полосы! Просто они там переплетаются! Но все-таки наступит время, когда все будут счастливы. Но нас тогда уже не будет. Да? А где же нам вас тогда искать? В каждом пятом киндер-сюрпризе будет один из нас! Наши шутки вам не стоит принимать всерьез. Для слонов, перфей и пешек это не вопрос. В жизни играть, как бодибилдинг, устает рука. Если ты берешь фигуры только за рука. А когда уснет соперник, тихо не буди. К уху наклонись и крикни, лошадью уходи. У него зайдет заразу, он с конем заржет два раза. Ты прости, его прости. Без игры коней не прожить словно. Пешки все сильней, завидуют перзям. Жизнь никак в игре. Шаг и сразу ман. Но истина в коне. Поймешь и будешь рад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. С шахматного дебюта начинается первая игра, начинается сезон и для следующей команды. Итак, в нашем клубе команда КВН Сочинского института курортного дела и туризма. Первый ход, ход второй и поехали. Кто назвал их игрой ипотекой? Шахматы, метки, состязание. Их фигурное это катание. Все с дебюта всегда начинается. Больное потом доиграется. Дальше все без слабо, без пассажей. Если есть первый ход, самый важный. Да, мужики, верный ход в дебюте, это уже полпобеды. Вот, предлагаю пойти нестандартно. А можно я пойду? Пойди, только умно. Ну нет, лучше уж пойти стандартно. Помню, сели с мужиком играть, у него на одну пешку больше. Ситуация безвыходная. Я фигуры раскидал, доской ему по голове, он в обморок падает. Подожди, думаю, я ж ведь мог слоном на Д-5 сходить. А меня на сцену тянет. Я когда здесь, я плачу, смеюсь, страдаю. Да ты просто живешь на сцене. А что же я, по-твоему, на улице ночевать должен? Не надо конфликтов. Здесь вам не какое-нибудь Фиде. Кстати, а почему Каспаров поругался с Фиде и не стал встречаться с Карповым? Ну представь, ты взрослый мужик, а кто-то будет тебе указывать, с кем тебе встречаться. Так, я не понял, тема игры шахматы, да? Да. Вечно у вас от меня какие-то секреты. Ребята, у нас же дебют, а мы еще до сих пор не определились с первым ходом. Да, думаю, должен пойти самый умный, самый красивый. Спасибо, я пошел. А моя девушка мне письмо написала. Мне не нужен умный, мне не нужен красивый, мне нужен только ты. Посмотрите, какая она у него верная. Письма ему пишет. Ну, не знаю, не знаю. Для меня самое главное, чтобы женщина непременно маленькая была. Казалось бы, мелочь, а приятно. А мне нравятся женщины бальзаковского возраста. Это как? Бальзаковский возраст? Это когда ей за 40. Причем тут возраст, когда ей за 40? Игорь, да что опять с тобой? Корова доил. А с коровой-то что? Ушла. Какая корова? Оглянись. Самолеты угоняют. На рынках обвешивают. Старушки в очередях дерутся. А жила Россия. Господи! Да это ж просто праздник какой-то. В рак пешкой брусил и попал в ладью. А мог меня, но я не там стою. Больба, разрывы, ядовитый газ. А я на сцене исполняю джаз. Ва-па-па. Ва-па-па-па-па-па-па. Брак ты, не брак, ему доской сучу. Ведь я в Россию домой хочу. Там дома в море сожалось нас. А я в Москве исполняю джаз. Ва-па-па. Ва-па-па-па-па-па-па-па. Самый черно-белый в мире. Час. 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 Теперь главное это красиво уйти. Лошадью уходи, лошадью. Поехали. Я уже сказал, что в нынешнем сезоне мы решили повторить прошлогоднюю схему, поэтому многие, вероятно, ее помнят. Ханя, она достаточно сложна, чтобы ее стоило напомнить сейчас не только болельщикам, но даже и игрокам. Итак, в первых двух играх сезона встречаются по шесть команд, из которых по четыре проходят в четвертьфинал. Затем в каждом из двух четвертьфиналов встречаются по четыре команды, из которых в полуфиналы попадают по два победителя. Ну, а дальше остаются самые обычные полуфиналы и финал. Разобрались? Ну, или разобрались, или не разобрались. И в том и в другом случае есть смысл не пропускать ни одной игры. Итак, продолжается приветствие. Шахматный дебют. Махачкалинские бродяги. Как начинать? Как начинать, ребята? Песни написали, танец не разучили. Как начинать? Ой, можно подумать, откуда ты приехал, не знаешь, как у нас начинают. Надо накрыть стоп, всех накормить, всех напоить, начиная с охраны режиссеров, операторов. А Маслякова? А его поставить по голове стола. Тогда и зрителей тут же всех, всех пойменно. Выйти на сцену, нести всякую чушь. А жюри? А жюри нам боится, поставить им в руки таблички с отметками. Какая самая высокая? Да. Не мелочись. С семерками. И пусть поднимают. Но это же хамство. Просто дикость какая-то. Да какая дикость? Вышли, шутим. Ну неужели нельзя один раз выйти на сцену культурно, по-интеллигентному? По-интеллигентному? Ну. Конечно. Песня. Ну вот, сразу видно, что команда из Дагестана. Ведь же можете, когда хотите же, ну. Правда, здесь небольшая неувязка. Тема приветствия шахматный дебют. А я люблю в русское лото играть. У меня мама русская. А папа что, лото что ли? Нет, не доросли мы еще до классики КВН. Это почему не доросли? Шабан, покажи. А мне, сэр, кажется, что россияне самые счастливые люди. Россияне. Самые счастливые люди. Россияне. Самые счастливые люди. Ну не действует на меня ваш аутотренер. Почему? А у меня рассосалась. Я мама. Я, 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 я. Я мама. Я мама. Я моя. Извините, ребята, задумался. А вы слышали? Президент отменил закон о повышении минимальной заработной платы. Да как он смел! Как он смел! Как он мудр! Как он велик! По этому поводу у меня есть притча. А Ельцине на грязной-грязной кухне жил таракан. И надоело ему жить в этой грязи. И решил он искать счастье в других комнатах. Через высокие пороги по скользкому линолеуму он шел из комнаты в комнату. Из комнаты в комнату. Из комнаты в комнату. Там его и раздавили. А при чем здесь Ельцин? Да, такое несчастье. А Ельцин ни при чем, да? А вот когда я жил в деревне, я все время думал. Чью же фамилию взять? Отца или матери? Ну и чью взял? Двойную. Джонсон и Джонсон. Да, скучно было раньше жить в деревне. То ли дело сейчас. Ночь. Луна. Лягушки на пруду рулады выводят. Хмель в голове плещется. И вдруг чум. За околицей гармонь заиграла. Бабы праздничные песни завели. И думаю, пора. Пора идти с мужиками. Я за то люблю Ивана, что приехал из Дагестана. А зовут его Ахмель. Лучше мамого ванинет. Дагестанцы, дагестанцы любят песни, любят танцы. Потому что дагестанцы не дурит, мы кроме танцев. Понял, понял, почему во время еды вилку держат в левой руке. Наконец-то. Чтобы кушать не мешало, да. Нет, это гигас. Ребята, там шахматисты тайсовы бьют. Так и мы шахматисты. Так иди ты скорее, там ваших мало осталось. Да какие мы шахматисты. Так, тема приветствия. Королева! КБ, КБ, в этот день ей час. Закружил, завертел раковую страсть. Кто идёт, кто идёт о мечтах одна. Королева! Киго, Каспарат, Ибет. Ей объявляю корней Я одинокий бродяга по диагонали Пусть свои сети води завлекают меня Эморта на небе своей изменю я и вали Может не звали, а может не пять Может и чаще твой волны сменять Но в моей жизни одна только ты Жизнь это просто игра шахматы Шахматный дебют, конкурс приветствия Шахматный дебют, дебют на нашей клубной сцене Для команды Экспо, город Ставрополь Ну вот мы и в Москве Да, планы перестройки Москвы Давно зреют в наших головах Поэтому мы сразу вносим конструктивное предложение Мало того, я бы даже сказал конструктивно-архитектурное Да, напротив памятника Минину и Пожарскому Воздвигнуть монумент Саперкину и Агнитушилкину Эта шутка в Москве дает лет через шесть Ставрополь не доходит Мы проверяли Короче, Москва не Ставрополь Ставрополь не Москва Согласен И поэтому сегодня мы не будем разговаривать на ставропольском языке Конечно, если это получится Ну попробуй Выйду на улицу И гляну на село Девки смеются Аж стулы село Чего это у меня? Не все дома, что ли? Пойду в хату посмотрю Зайду в хату Посмотрю, посчитаю Вроде все дома Ах, ну я ж зашел Но девки не смеются Пойду на улицу посмотрю Ха-ха-ха Выйду на улицу Гляну на село Ха-ха-ха Девки смеются Выйду на улицу Гляну на село Кузьмич то в хату То из хаты И девки то смеются То не смеются У вас что там на улице? Не все дома, что ли? Да как же не все дома? Вроде все собрались Можно ехать в Москву А зачем? На дебют Собирай вещи В первую очередь возьми это Ой, что это? Это бритва, жилет с лалом В точности повторяет контуры Вашего лица Даже если брить Чужое Да нет В первую очередь В дороге нужен Крепкий чай Что ты? Крепкий чай Меняет цвет лица А очень крепкий И форму И вообще Путешествовать Лучше всего Всей семьей То есть Не без урода Кстати, а где он? Последние шахватные новости Государственная дума Разыграла терзевый гамбит На своем 132 заседании Депутаты рассмотрели президента Ну наконец-то И то только потому, что президент Обратился к ним с олимпийским посланием Подальше Повыше И побыстрее Папа, а покажи какой-нибудь фокус С удовольствием Смотри, что скоро произойдет С твоим бюллетенем для голосования Берем бюллетень Бросаем его в урну И в доме всплывая Все, что не тонет в молоке Да нет Все, что не растворяется в херше Так что Уже время пить Да нет Время обновлять пути К торжественному обновлению путей На дровнях Снег почуя Рысью Как-нибудь Марс КВН Становится умнее Научились шахматы играть С каждым днем Становится яснее Чтоб умом Россию не понять Нам рассветка Доложила точно Что сегодня Ровно в семь часов В КВН Не будет перестройка Будь готов Товарищ Квасляков А теперь попробуем разобраться С судейством Система Которая похожа Так же замысловата Как и схема Сезона Итак, внимание После каждого конкурса И для судей тоже После каждого конкурса Каждый член жюри Заполняет специальный бюллетень В котором Проставляет свою Мы колдуны Тайного ордена Ленина И нас обычно бывает Двенадцать Где же остальные шестера А я взял И превратил их В микрофоны А где Вася А Васю я превратил В полный зал людей Василий, ты помнишь Где смеяться Слушайте, а чего Мы вообще Вырядились колдунами Тема игры Шахматы Да Энни Бонераба Ельцин Клинтон Шаба Кому-то еще нужно Объяснять Что общего Между черно-белой магией И шахматами И вообще Почему в этом зале Постоянно Все всем нужно Объяснять Ну я себе представляю Еще далекий Заснеженный Цирк Помните Как мы хорошо Там накуролесили В этом цирке Воздушные гимнасты Весь вечер На ковре С номером Глотателей спирта Причем Здесь тундра И цирк Тема игры Шахматы Ну хорошо Была бы тема Кастрюли Да И мы такие Вот выходим У нас кастрюли На голове И мы такие Шутим Остроумно Про фамильный Алюминий Да О, Вася Фу Жаба Ручная Рудная Ой, какая у вас Веселенькая Собачонка Простите Ты у меня Упал парик Все, ведьмы Шабаш Давай про шахматы У меня сказочка Про шахматы Собралась Как-то Красавица На шахматный Турнир Купила себе Косметический набор Тени отца Гамлета Наложила их Себе на веки Вечные Но успела Написать записку Твоя до гроба Мертвая царевна А почему Именно старики Так любят Играть в шахматы Для нас Стариков Это единственная Возможность Потрогать Чужие фигуры Ах, вы лучше Послушайте Как Махабхарата Описывает Игру в шахматы Он взял Ее За покатые Бедры Ой А пока Для любителей Индийской Защиты И этого Дела Звучит Зажигательная Восточная Мелодия Вообще Восточная Мудрость Гласит Спорт Продлевает Жизнь Но укорачивает Смерть А, это логично А давайте Поиграем В логические Цепочки И докажем Всем Что все На свете Связано Только с шахматами И кастрюли Лягушонок Дитя мое Хочешь в Париж Да В ресторан Нет Итак Логические Цепочки Прошу Оркестр Труба Дудь Продудь Шахматы Машина Поехала Крыша Черепица Шифер Фишер Шахматы Телефон Звонить После двух Е двух Е четырех Шахматы Крепетка Капать На мозги Думать О женщине Сказал думать Шахматы 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 Ты Походила Одна Е семь Что Стала Радостнее Сем Я Походил Своим Конем Ноги Пять Что Стала Радостнее Опять Будет Долго Там Стоять Синим Огнем Сгораем Попоем Вместе Конем О чем Поем Нам ясно Не Заслем Зачем Поем Коню Уже Понятно Поем Затем Чтоб Не было Проблем Больших Проблем На той КВС И Наконец Завершит Конкурс Приветствия Своим Шахматным Дебютом Шестая Команда Сборная Команда Запорожья Кривой Рок Транзит Тает снег Вот и весна Под окном Мамо 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 Значит, так. Значит, так. Олиби на эту весну я всем обеспечил. Всех же он обзвонил, сказал, что мы в парке играем в шахмак. Спасибо. Ты умнее ничего придумать не мог. Мы и так из-за тебя всю зиму в рюмочную на лыжах ходили. А теперь что, везде за собой эти доски таскать? Спасибо! А я вот смотрю на Гарри Каспарова. Извини, он там сидит. Спасибо. Смотрю на Гарри Каспарова и понимаю, что я его внебрачный сын. Ага, сейчас. Ну, с чего ты взял, что ты его сын? Ну, как же, вот ты посмотри внимательно, на профиль посмотри, посмотри. Ну, какая из меня дочь? А мой-то сорванец! Опять стихотворение про шахматы написал. Ленин играть в шахматишки любил, ссылки фигурки из хлеба лепил. Конь уместился едва на лужайке, четыре барака осталось без байки. Вот-вот, и я говорю, от этих шахмат один вред. Вот генерал Крачев вернулся домой после пресс-конференции и для снятия стресса решил сыграть в шахматы. Ну, сам с собой, на щелбоны. Ну и что? Ну и что, доставлен в госпиталь с переломом среднего пальца. Так, ну все, все, шахматами разобрались, теперь давайте за этот, как делать? За дебют. О, за дебют, врезаем помаленько. О, маленькая. Вот-вот-вот-вот, иди сюда. Иди. Ой, не пошло. Стой, раз-два. Быстро собрались и со мной. А почему? Я сказал, быстро собрались и со мной. Раз-два. А с какой-то стати мы должны с вами идти? Да. Вы понимаете, уже поздно, темно, а я один боюсь домой возвращаться. Ах так, считаю до трех, и чтоб духу вашего здесь не было. Раз, два, раз, два. Ух ты, блин, не получается. Раз, два. Мужики, а давайте сегодня, может, пораньше как-то разойдемся, а? Почему? Да потому что жена меня пилит, если поздно, домой возвращаемся. Да? А у меня все нормально. Бьешь. Да хоть всю ночь гуляй. О, вот вчера прихожу на мой днем, звоню в дверь, открывает мужик в белом пиджаке и говорит так рано. Естественно. Естественно, ты же десять лет женат. Как узнал? По кольцу. А, по кольцу. Нас пили рогов. А моя мне говорит, вынеси мусор. Мусорник-то у нас во дворе, а на улице дождь, сляхать противно. Так я взял его прямо в подъезде, высыпал. Смотрю и думаю, господи, до чего ж коммунисты страну довели. Эй, эй. Постой, постой, откуда эта музыка? Бах, нет, Моцарт. Нет, откуда? Отсюда. К Макаре. К Макаре? К Макаревичу пришел, передачу смак, на кухню сам Каспаров. Сковородку берет и любуется народ. Он показывает всем, как шарить карпов. Я спать стал плохо. Вот прошлую ночь глаз сморсом. Ты ж храпел, как паровоз. А я думал, похраплю чуть-чуть, может, засну. Кстати, я знаю отличное средство от храпа. Один леденец викс на ночь, и ваше дыхание будет ровным и спокойным. Правда, есть маленький побочный эффект. Какой? Ну, вы всю ночь будете кричать. Саша, бросай! Саша, бросай! Давай, торток! Да о чем вы, о чем? Вы хоть слышали, что в нашем парке открылся новый аттракцион? Девушка с веслом. За умеренную плату любая женщина, взяв в руки весло, сможет снова почувствовать себя девушкой. Мужики, мужики, а вы заметили, как с приходом весны так быстро летит время? Не успели собраться, а уже расходиться пора. Только так. Когда дома женам будете говорить, что мы в парке играли в шахматы, Ни в коем случае в конце не засмея. Что так сердце, что так сердце, растревожно, Это в воздухе повеяло весной, Улыбаются случайные прохожие, И звучит мотивчик сердца заводной. А поет он нам про новые свидания, И не знает сердце, ни преград, ни стен. Только сердце сокращает расстояние, Лишь одно и старый добрый кавер. Только сердце сокращает расстояние, Лишь одно и старый добрый кавер. И так плохо ли, хорошо ли, но в нашем сеансе одновременной игры сыграны все дебюты, За исключением разве что дебюта нашего уважаемого жюри. Итак, гроссмейстеры, ход за вами. Гроссмейстер к гроссмейстеру, почему цыгане не играют в шахматы? Первыми должны будут ответить на этот вопрос представители команды «Транзит». Скажите мне, как гроссмейстеру, почему цыгане не играют в шахматы? У них очень велик соблазн увезти с доски коней. Хорошо. Так, еще есть версии. Так, хорошо, пожалуйста, Лена, свой вариант ответа. Да потому что... Спасибо. Да потому что текст «Помогите, кто чем может, мы с ребенком все проиграли на 36-м ходу» в метро как-то не звучит. Так. Прошу, Тамбов. Скажите мне, как гроссмейстер к гроссмейстеру, бывает ли в шахматах положение вне игры? Бывает ли в шахматах положение вне игры? Как гроссмейстер к гроссмейстерам хочу сказать, что в шахматах много всяких интересных правил, в том числе и положение вне игры, и удаление на 2 минуты за удар соперника клюшкой. Так, хорошо, пожалуйста. Еще вариант. Так, гроссмейстер к гроссмейстеру, не скажете ли вы мне, бывает ли в шахматах положение вне игры? Я думаю, что бывает. Садитесь вы за шахматный столик, а там табличка «Столик не обслуживается». Все, да, пожалуйста, тогда свой вариант, прошу. Скажу себе, как гроссмейстер к гроссмейстеру, бывает ли в шахматах положение вне игры? Бывает, когда переберешь белого по черному. Так, хорошо, пожалуйста, Махачкала, ваш вопрос. Скажите мне, как гроссмейстер к гроссмейстеру, что будет, если Масляков станет президентом России? В принципе, конечно, интересно выслушать версии. Скажите мне, как гроссмейстер к гроссмейстеру, что будет, если Масляков станет президентом России? Ну, просто вся страна обхохочется. Ну, и свой вариант. Скажите мне, как гроссмейстер к гроссмейстеру, что будет, если Масляков станет президентом России? Может быть, тогда у народа впервые появится хотя бы 30 секунд на размышлениях? Ну, ладно, с этим разобрались. Дальше, пожалуйста. Скажите мне, как гроссмейстер к гроссмейстеру, если, придя домой, вы застаете свою жену за игрой в шахматы с незнакомым мужчиной? Вас это не настораживает? У нас ответ тривиальный, но я думаю, без мата бы не обошлось. Скажите мне, как гроссмейстер к гроссмейстеру, если, придя и вы домой, застаете свою жену за игрой в шахматы с незнакомым мужчиной, вас это не настораживает? Ну, смотря какую позицию они разыгрывают. Пожалуйста, свой вариант, гроссмейстер. Ну, теперь уж и я домой приду, так как... Про наболевшее, пожалуйста. Скажу я вам, как гроссмейстер к гроссмейстерам, если, придя домой, я застаю свою жену за игрой в шахматы с незнакомым мужчиной, меня это не настораживает, тревожит другое. Откуда у нас дома шахматы? Хорошо. Так. До донышка эту тему, похоже, исчерпали. Нет? Не знаю. Прошу ваш вопрос. Теперь для соседей справа. Обязательно. Скажите мне, как гроссмейстер гроссмейстеру, почему не выполняются указы президента? Как-то все так не видно было про шахматы с незнакомым. Бросает сегодня команда из крайности в крайность. Тем не менее, у Махачкалы есть ответы на этот вопрос. Скажите мне, как гроссмейстер гроссмейстеру, почему не выполняются указы президента? Вы знаете, в последнее время. Народ остро ставит вопросы, вот такие, как вы. Я думаю, он правильно делает. Как ваша фамилия? Пожалуйста, как ваша фамилия? Моя фамилия Зингель Шухер. А мне казалось другая. Молодец, товарищ Зингель Шухер. Правильно ставите вопрос. Спасибо, товарищи. Не надо аплодисментов, это от души. Пожалуйста, вариант на ту же тему. Скажите мне, как гроссмейстер гроссмейстеру. Как вы видите, я вне регламента вышел. Пожалуйста. Очень понравилось мне выступление Горбачёва из Махачкалы. Очень жаль, что не выступал Домбовский Горбачёв, мой товарищ. А теперь отключите мне микрофон, я пошёл. Спасибо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хочется послушать и других товарищей. ну я думаю вопрос повторять нет смысла а я думаю что оригинальным тоже не стоит в общем так я скажу шутки у кого и не стали какие-то плоские молодые команды творят что хотят начинают пародировать президента так что я съем конфету саша бросай извините самосить лена ты от него или от нее будешь говорить да скажите мне скажите мне пожалуйста товарищи я женщина что вы со мной делаете я и то заразилась спасибо ну давай свою версию пожалуйста да пожалуйста скажите мне как гроссмейстер гроссмейстеру почему не выполняются указы президента потому что мне вчера принесли указ на подпись я его подписал читаю ёпыр сатэ алфавит подписал спасибо скажу честно больше всего в этой ситуации я от себя не ожидал что меня спасибо команда спасибо я полагаю что все-таки местами даже макаров с лысенко были довольны сегодняшний ходом сегодняшней разминки остается нашим уважаемым судьям перевести эмоции ощущения впечатления в оценку мне хочется вот какой информации из ставрополя шахматы шахматы опасны шахматы ужасны а пойдете лошадью век воли не бегать каждый должен знать шахматы играть это вам ребята не пряники живой хрум хрум шахматах съедают шахматах возбьют и это называется шахматный этюк добрый вечер добрый вечер дорогие родители сегодня в нашей музыкальной школе шахматным уклоном открытый урок ребята которых вы только что видели наши выпускники и они уже кое-что там усвоили а сейчас перед вами выступят наши воспитанники вокальная группа рай собес имени песни и рифмы хора пятницкого 13 руководителя это мама как мне валенки валенки лучше собакам да не поджим старенький Let my people go И только с каждым годом Годом Мода Мода Не Меняет их Это Обувь Только для крутых Только для крутых Да, это мой Валенок Слова этого этюда ребята написали сами А знаки припинания мои Но это не главное Сейчас перед вами выступит группа Бед Шепотом Бойс Случается порою в жизни так Отдаривают страхи и сомнения Когда ты должен сделать важный шаг А у тебя всего одно мгновение И с ним пусть даже ставка высока Тогда судьба с тобою будет ласкова И зацвистят как пули у виска Пластмассовые пробки от шампанского Пьянит победа и на вкус лотка Наступит время, сам поймешь, наверное Игра всегда важней для игрока Вот эти вот счастливые мгновения На бенья Вскользь напомню нашему уважаемому жюри Что максимальная оценка за этот конкурс Будет пять баллов И продолжаем музыкальный шахматный этюд На сцене нашего клуба Команда Запорожья Кривой Рок Транзит Добрый вечер Мы начинаем наш концерт По заявкам шахматистов И выполняя первую просьбу Известнейшего шахматиста Ивана Эншпиля Мы передаем сеанс Одновременного пения В исполнении группы Бурные продолжительные аплодисменты То есть браво Шлягер так и называется Зачем я к Днепрогрессу подключился? Прошу! Чтобы шлягер запустить по стране Надо риф узнать, что любит народ Группируются они в голове А поются в микрофон через рот И паул подальгой задремал Пристрелить не поднялась рука А вот вчера я колобка зачитал А вот такого к нам герца мужика Лёха, 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 Лёха В жизни важен первый шаг Ксюша, Ксюша, Ксюша Лучше я пойду домой Лолин в трое путь железный А короче, бам! Приходи, морячка Я тебе любовь поддам Свежий ветер, наконец, прилетел Свежий ветер, я давно тебе хотел Иди туда Свежий ветер, мне догнать нелегко Слежь ты, милая моя, у лимона А-та! Сегодня не такой, как вчера Я голодный, но веселый и злой А от меня вчера ушла медсестра Я поэтому улыбнула медсестрой Поле, 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 белый, белый полен дым Болос был черный, я с молей стал совсем седым Широка страна, родная море, реки, океан Я другой страны не знаю, я вообще Не знаю страсть А вот второе письмо И сразу же вопрос Является ли га-то Камский притоком Волги? С удовольствием отвечаем Он является притоком Аби Окей Горько, горько осознавать Что сегодня ни одна из команд Не упомянула имя известного Советского былинного героя Штирлица Право восполнить этот пробел Предоставляется Валерию Леонтьеву Измученному Гербалайфом Певцу и космонавту Песня посвящается известному разведчику И тренеру товарищу Тихонову Прошу! Я был утроган уже много лет Перевел на немецкий свой партбилет А у Мюллера выкрал вчера досье броневого Чтобы так-то смешно завершить куплет Гасим свет, гасим свет Мы с радисткой кайф В эту ночь у меня Новый позывной Касанова Что же скажу я жене Завтра при встрече в кафе Мы занимались любовью по центру приказу Чтобы хоть когда поднялся мой дух боевой Не получили мы с ней никакого эфсаду Сейчас я усну с ней на двадцать минут Очень тяжел у разведчика трут Но через двадцать минут я проснусь в Касанова Эгей! И, наконец, письмо-заявка от Анатолия Карпова Он просит исполнить что-нибудь из классики И сейчас прозвучит фрагмент оперы Аида Сергеевна Арию Пешки исполняет депутат от блока сигарет В заявлении президента По текущему моменту Прозвучало предложение Принят следующее решение Что к двухтысячному год Дуб Семье каждой по уро Ой, простите Дуб Увеличить всем зарплату Врагам сжечь родную ха Ну, 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 умничка Экономику Украины Перевести на новые рельсы Для повышения материально-технического благосостояния народа И ввести для этого необходимую должность президентский парикмахер И как неудобно И после прения и дебата Они приняли решение Добились соглашения Высказали мнение Что, в принципе, замаялись И мужчина неплохо дать банкет Кучма с вокалом Ла-ла-ла-ла-ла С한데 за Украину Ла-ла-ла-ла-ла-ла Дело молодое Ла-ла-ла-ла-ла-ла А ну-ка, передайте мне салат Потом Кучма Ла-ла-ла-ла-ла-ла Три зубица муслину Ла-ла-ла-ла-ла-ла Борису Николаевичу Давай ты-ка поедем номера Кучма, конечно Женщины любимые, ла-ла-ла-ла, во имя процветания, ла-ла-ла-ла. А ну-ка прогоните Кравчука, Кравчук, кучма, на-на-на, мирно побеседовали, ла-ла-ла-ла. Какого черта лысого? Ла-ла-ла, пошел такой худых в голове. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как пусть живет на сцене, да-а-а-а... АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дорогие друзья, традиционные слова благодарности спонсорам КАМА. Дорогие друзья, традиционные слова благодарности спонсорам КАМА. А проигравший будет распилен на шашки на нашей королевской пилораме. А сейчас послушайте королеву. Я уже не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Да, ничто так не красит женщину, как перекись. Покушала иди, милая. Ответный ход за черным королем, коварство которого не знает границ. Свою последнюю жену, деревянную королеву, он бросил на растерзание свирепым дятлом. Эй, подруга, посмотри на меня, делай, как я. Белый, как я. Бой, мороз, мороз. Не морозь меня. Не морозь меня. Моего коня. Не морозь. Секс без перерыва. Секс без перерыва. Как это мило. Ха-ха-ха, боже. Как это мило. И как в народе говорится, и вечный бой, а секс нам только снится. Как-то раз по весене говорили люди мне, распускают почки даже короли. Разнополые слоны друга в дружку влюблены, и даже пешки едва ходят от любви. И мы желаем всем счастливых перемен, удачных партий огня в крови. И чтобы все сбылось, хотелось и моглось, и вы добьетесь в сказочной любви. Все могут короли во всех концах земли, как Сальвадор, Талин, варя в один порой. Но вот большой любви добиться от лаги не может ни один, ни один король. Не может ни один, ни один король. Баба! Баба! Музыкальный конкурс продолжается. Музыкальный шахматный этюд. Команда КВН Семперопольского государственного университета. Начинаем прием в шахматную школу с музыкальным уклоном. Тур первый. Этюд. Садись. Сколько у нас абитуриентов? Что? Сколько надо принять? Троих. Ну, вот троих и посмотрим. Пожалуйста. А здрасте. Здрасте. Сидеть. Раздай. Вам задание на этюд. Вы женщина. Причем с грубым мужским голосом. Да. Вы любите шахматы и петь. Но не умеете и не хотите. А мы вас заставляем. Понятно? Пожалуйста. Ты недавно мне принес не букеты залых роз, а коробку деревянную. Я от жадности своей съела все, что было в ней, от тебя закрывшись в ванную. Шахматы, шахматы, надо писать на коробках. Шахматы, шахматы, ой, нехорошо. Я от жизни от такой стала шахматной доской. Но тебя это не радует. Ходишь ты конем другой, с муглой пешки проходной. Но останутся наградою. Шахматы, шахматы, я шахматы. Да ты фантастич, шахматы, шахматы. Садет на гитлер, габон. Ой, Данки, сынок, порадовал старика. Следующий. Вам задание на этюд. Вы, Вадим Казаченко. Престарелый. Но еще гого-го. Ну, и так, чтоб еще и с него свело. Понятно? Пожалуйста. Выйду на пенсию, гляну на село. Ножкой сучу, аж ногу свело. Нормализуется, все образуется. С белыми наши отряды целуются. Ушки-то порщатся, майка блестящая. Что еще надо певцу настоящему? Стерпится, слюбится, сливится, склеится. Ты моя девочка, я твоя девочка. Я моя девочка, надо провериться. Стерпится, слюбится, сливится, склеится. Ты моя девочка, я твоя девочка. Достаточно. Я еще пенки намогу. Жениться тебе пора, сынок. Следующий. Браво! Вам задание на этюд. Вы ПТУшница из строительного техникума. Но вам пора замуж. И хочется. И надо. А не перу. А что делать? Понятно? Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если долго мыкаться, можно и заныкаться. А если принца долго ждать, то песок посыпется. У селок завяжется. Кузелки, они всегда обычно завязываются. А если тяжесть поднимать, то пупок развяжется. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Крепите дальше, девушка. Следующий. О-о-о! Какие орлы! Завалим! Видят. Раскал. Вам задание на этюд. Белые начинают, чёрные сопротивляются, получаются митицы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Причём вы гораздо меньше ростом, и вас не двое, а трое. А, двое из вас близнецы. Ха! Мексиканцы. И поёте о шахматистах. Ага. Но в конце обычно попробуйте добавить что-нибудь о земельной реформе в России. Во! Завалили! Что много? АПЛОДИСМЕНТЫ Шахматистов. И станок может вымыть, но с них. Гораздо безопасней шахматистам. Весь стол для них. Весь стол для них. На нём доска. Венец варенья люди. Шахматисты. Вы и так играть. Вы и так ходить. Не надо забывать о трактористах. Они ведь есть. Они же и есть. Я докажу. Я расскажу. Я покажу. Я покажу. Ах, ведь верёт наш тракторист. АПЛОДИСМЕНТЫ Пластинка, 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 пластинка моя. Вы думаете, я рабочий сцены? Не-а, просто конкурс музыкальный, а я петь не умею, понимаешь? Поэтому представьте, что это обычный городской дворик. Почему здесь Александр Васильевич? Он всегда здесь сидит. Ну что, шахматнём? Давай! Может, Серёге крикнем? Давай! Серёга! 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 В шахматы хотели поиграть, чё? Нет, Серёге! Умер он для вас, рахмейстеры! Ты чё, Клав, в такую погоду? У природы нет плохой погоды, Каждая погода благодать! Даже если я сейчас замёрзну, С этой мыслью легче замерзать! Ты, Василий, лучше вспомни лето! Ай! Лето мухи, нет воды опять! О, ничего себе! Я вот раньше слышал, что если ты японец, то цунами! Надо благодарно принимать! Надо благодарно принимать! О! Тофик! Тофик! Девушка! Девушка! Иди в ресторан, казино, шахматы! Не хочешь? Наверное, муж есть! Девушка! Один вопрос на совершенно постороннюю тему! У тебя муж есть? Обиду! Почему мужчины не путанят? Сколько бог я денег помня? Что тебе даровано природой? Надо благодарно принимать! А есть любовь на связи? Это спорно! О! Порнофильма можешь ты узнать! А вот если бы так пошутил задорно, Салфы начал пика-ха-ха-ха-та! И в су, кто-то начал догонять! Девушка! Молодой человек! Слушай, я мужчина-женщина, сасы на пуды! Да ладно, оставь ты! Давай сейчас в шахматы поиграем! Давай! Мы че? Серега же приставилку! Какой Серега? Клавдин с четвертого! Клавдия встава! Ну да! Пойду утешу! Нет! Ну как, и вдруг! Здорово, ребятушки! Мадоварлы! Михеич, ты кто сегодня-то? Я сегодня репродуктор! 30 лет кавалерии даром не дают! Михеич, какие новости? Сеть включие! О! В эфире последнее известие. Вот в минводах нет у нас охраны. Снова был захвачен самолет. Мы на эту самую приманку ловим террористов каждый год. У России нет плохих соседей. Каждая Молдова благодать. Пусть ее гербет в углове лебедь. Лебедь будет о Москве напоминать. Лебедь о Москве напоминать. Орел! Привет, ребятки! Я Денис Капутин. По кличке? Белый. А прическа моя называется «Отвечаешь за слова». Денис, Денис, что ты? Позно. Ну где ты был-то? На автобусе катался. Ой, клево, ребятки, кайфую. Давай, все вместе. Черномыркин за границей. Тысяча автобусов для нас. Да, но как он выплатит проценты? Двести тысяч троллейбусов продаст. Да. А потом вернут долги шахтерам, заплатив за их нелегкий труд. А они свои чуть-чуть добавят. Зачем? И долги знакомым отдадут. И долги знакомым отдадут. Пугачева и Филипп Киркоров. А у них-то что? Разойдутся, чтоб сдадить опять. Я не пойму. А зачем тогда им расходиться? Да надо ж, когда время убивают. К власти возвратятся коммунисты. Возвратятся и уйдут опять. Ты же не понял. А зачем тогда им возвращаться? А что мне вам? Два раза повторять. Нужно ж как-то время певать. Что, Топик? Нужно такими вещами шутить, да? Это Серега такой живой, такой здоровый. Понимаешь? Серега! Посмотрите, как они радуются. Это потому, что они еще не знают, что Клавдия уже создала женский комитет двора по борьбе с шахматами. А вот и комитетчицы со швабрами. Где? Не ищите в этой песне смысла. И мораль бы в ней я не искал. Мы поем в такое время года, чтобы с ней кубав не прилипал. Несмотря на цены и невгоды, снова тянем шахматы играть. Чем, поверьте, убивать кого-то? Лучше просто время убивать. Лучше просто время убивать. Я что, под мушку говорить не буду? Привет, я Ксения Стриж. Извините, что не похож. Выступает хор мальчиков 6-го отделения милиции. В роли центрального мальчика классная девочка. Майя Зизи. Болтает по стенке старико злодорит. Он любит по стенкам сползать. На лыжах за ним опускается плесня, Чтоб в шахматы с ним поиграть. И в Цезарь привет передать, передать, передать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. По стенкам вдвоем подползать, подползать, подползать. Ля-ля-ля-ля. И в шахматы с ним поиграть. Маленький мальчик принес пулемет. А папа сказав, отнеси. Мы верные люди, но наш ранний поезд стоит на запасном пути. Стоит он с пяти до шести. Все путем, все путем. Ля-ля-ля-ля. И шахматы здесь ни при чем. Ни при чем, ни при чем. Ля-ля-ля. И шахматы здесь ни при чем. Шахматы здесь ни при чем. Пока мальчики пели, к нам в студию дозвонился наш друг Гена. Он сейчас в армии, у него ангина и день рождения. Дорогой Гена, прими две таблетки аспирина и наши поздравления. Специально для тебя прозвучит полюбившаяся всем песня «Шахматы». Воскресенье после пуха Вдруг пришел мой лучший друг И лицо его все вынеет Не взирая на мороз Он мне шахмату принес Она такая лучшая Жахмата синяя Вдруг оттенила меня Если он, видимо, Против коня В восемнадцатом году, на шестнадцатом году, приключилась в руках Алия. Легендарный наш гамрик, наконец, разбегу прыг, и три дня сидел не слоняя. Шахматы, шахматы, вон до британских морей. Красные шахматы, белых телев. Из-за моря, наконец, возродился царь отец, а царевна дивной красоты, восхищенья, и в подоле принесла. Я знаю шоколадку. Провозник. Нет. Шахматы. Шахматы. Пешечки, пешечки. Пешечки, не вспомнишь, порой. Если лоб, шишечка. Значит, король. Пешечки, не вспомнишь, порой. Казимиру Малевичу, так и не нарисовавшему шахматную доску до конца, Пешечки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девятая Китайская Финанс 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 сегодняшнего сеанса одновременной игры про меня наверное труднее всех я не имею 62 даже двух лет опыта судейства в квн игры в квн я действительно вот думал как ставить оценки и мне кажется соблюдал те же пропорции что и мои соседи с той стороны хотел сделать их просто повыше но мне кажется что начало сезона начало сезона и поэтому за за пределы дебюта выходить было трудно что касается последнего конкурса то мне кажется наше мнение совпало с моим уважаемым соседом парламентариям действительно последнем конкурсе симферополь смотрелся очень хорошо и все-таки шахматах я полагаю импровизация играет и последнюю роль вот и наверное этот элемент он развивается просто от дебюта конечно в целом большое спасибо что такой конкурс вообще шахматный он вообще был изобретен вот шахматы заслужили место среди столь уважаемых людей вот и я думаю что этот квн он хватит был первым но все-таки оставит какие-то воспоминания не очень честно понравилась шутка про малевича спасибо леонид парфенов пожалуйста лень мне кажется что коллеги были как-то все-таки слишком строгие мне представляется что ничего особо страшного даже в начале в дебюте да не было а то что гарри кимович говорил что главное это конечно импровизация и по крайней мере один замечательный момент такого рода вот настоящей импровизации когда все пошло поехало и загоралось одно другого было и в этом смысле конечно главным спонсором сегодняшнего квн был михаил сергеевич карбачёв спасибо слово адвокату пожалуйста я сейчас вспоминаю предпоследний матч квн прошлого сезона на последний меня не взяли он был круизе круиз членов жюри подбирали по совершенно другому принципу вот и то же вот ну как все вот вы имел возможность посмотреть финал по телевизору и действительно согласен со своими коллегами что финал обычно или эншпик удается больше лучше чем дипу к сожалению не все мы имеем возможность при этом участвовать но это строго говоря уже конечно господину мыслип а если не будет круиза мы как договоримся я думаю что если не будет круиза ничто не помешает вам меня пригласить анатолий лысенко пожалуйста вы знаете в раннем детстве я помню с удовольствием наблюдал как играл поздний гусман у него тоже в начале не получалось было бы смешно ожидать в начале от точности финала хотя нервы дебюта наверное не меньше а может быть и больше нервного напряжения финала уже лёня сказал о том что сегодня конечно лучшим игроком был михаил сергеевич он лишний раз доказал что идеи к в на ему были близки у меня когда закрываешь глаза было полное ощущение что выступает именно он по содержаниям я бы сказал так что участники начали с дебюта а концу я не знаю к сожалению таких слов как гусман все-таки пребывание в думе облагораживает людей понимаете концу они распились а вот когда они распились это было действительно великолепно и дай бог вам ребята чтобы эта ария начавшись очень хорошо закончилась финале я не знаю круиз все равно будет потому что хотят же все плавать но я не верю что финал там возьмут меня и андрея объясняется очень просто все таки судо грузоподъемность судов она ограничена вот так что я желаю вам успеха начать от начала и до конца и наверно более легких членов жюри финале по 3,2 и транзит 4,6 и того команда с очень 7 баллов ровно таврополь 8,2 тамбук 8,8 симферополь 9,2 махачкала 10,4 и транзит 12 баллов ровно дорогие друзья мне остается еще раз или назвать остается 4 команды которые продолжат долгую борьбу за звание чемпиона клуба сезона девяносто пятого года в четверть финале и так это команды запорожье